World Outliner это окно, в котором находятся акторы, составляющие наш мир. Сюда входят ресурсы из нашего контент-браузера. Элементы могут быть из нашего Place режима, такие как источники света или даже временные акторы, которые создаются, когда мы запускаем наш проект. Итак, давайте рассмотрим World Outliner. World Outliner находится здесь, в правом верхнем углу. По сути, это макет или иерархия всех элементов нашего уровня. Итак, мы видим, что у меня есть куб, или у меня есть TextRenderActor, вот он, или элементы документации, и все они показаны в нашей иерархии. Для структурирования мы можем использовать папки. Их можно создать, кликнув правой кнопкой и выбрать Создать папку. Вы можете назвать ее как хотите. Я назову ее doc, и теперь вы можете перетаскивать элементы в эту папку. Допустим, это TextRenderActor. И скажем, это DocumentationActor. Теперь у меня есть папка doc, в которой находится мой DocumentationActor. Я могу свернуть папку для большей организованности, или я могу скрыть папку и скрыть элементы из редактора. Но если вы удалите папку, ничего особенно страшного не произойдет. Папки предназначены только для организационных целей, и это просто вернет элементы обратно в корень нашей иерархии. Мы также можем использовать родительско-дочерние связи. Допустим, у меня есть куб. Этот Mesh AWS Blueprint, и мне нужен свет. Я собираюсь поставить на него точечный свет, и я хочу, чтобы этот свет был привязан к этому кубу. Но если бы я передвинул этот куб, лампочка не переместилась бы вместе с ним. Но если я возьму лампочку и прикреплю ее к этому кубу, то теперь у меня будет родительско-дочерняя связь, которую вы можете видеть здесь, в этой иерархии. И теперь этот объект будет двигаться соответствующим образом, и свет будет двигаться вместе с ним все время. Все что вы делаете внутри Outliner может быть уничтожено, если оно не в папке. Так я просто удалил свет. Еще я могу удалить DocumentationActor, если захочу, например. Но я отменю это. Вы можете кликнуть правой кнопкой по любому элементу, и у вас появятся контекстно-зависимые функции. У нас есть возможность, например, переименовывать и редактировать. В дополнение к этому у нас есть несколько различных способов сортировки и фильтрации. Например, мы можем искать определенные элементы вверху. Я могу ввести Player и вывести все, что имеет метку Player, или даже тип Player. Так, например, у меня есть игрок с именем Player, или у меня есть элемент с именем Network Player Start, который является типом Player Start. Мы также можем изменить дополнительный фильтр, изменив здесь панель деталей. Вы можете кликнуть по нему, и у нас будет несколько разных вариантов на выбор. И вы, возможно, захотите отсортировать по Socket или Type, или вообще без сортировки. Мы можем сделать это здесь. В правом нижнем углу у нас есть возможность изменить наши параметры просмотра. Итак, допустим, у меня большой мир и я хочу убрать лишнее, чтобы работать только с определенными элементами. Если мы нажмем на элемент, он будет выбран. Если мы изменим во View Option на Only Selected, то отобразится только этот элемент. Если вы нажмете на что-то, что находится в папке, отобразится иерархия папок и только этот элемент. Если мы хотим, например, воспроизвести наш проект и видим здесь наши временные элементы, это желтые элементы в иерархии, мы можем скрыть их, выбрав High Temporary Actors. И теперь эти выбранные элементы Actors не будут отображаться внутри Outliner. Если мы хотим сгруппировать наши Actors, чтобы упростить задачу, наша структура папок позволяет нам организовать их внутри нашей иерархии, однако мы не можем перемещать элементы или влиять на несколько элементов одновременно, если не выберем их все сразу. И не очень хочется повторять это снова и снова. Итак, в нашем случае я хочу выбрать свою арену, выделить все стены, вы можете кликнуть правой кнопкой мыши и выбрать Group или Ctrl G и это сгруппирует их в одну группу. И вы увидите этот маленький зеленый виджет в углу, который указывает, что этот элемент сгруппирован. Если я выделю эти элементы, ничего страшного, это отдельные элементы. Если же я кликну на любую из стен, будет выделена вся группа и любые мои действия повлияют на всю группу. И конечно, вы можете кликнуть правой кнопкой и снова выполнить Group и Ungroup, чтобы разгруппировать элементы и они вернутся в нормальное состояние. Одна вещь, которую вы можете сделать, когда элементы сгруппированы вместе, это заблокировать и разблокировать их. По умолчанию они заблокированы, если вы их разблокируете, это позволит вам временно работать с отдельными элементами в этой группе, пока вы не заблокируете их обратно. Я заблокирую это и верну все как было. Вы также можете удалить элементы по отдельности, просто удалив этот отдельный элемент из группы, как только вы его разблокируете. Это были основы World Outliner. Опять же, это окно, в котором собраны все акторы нашего проекта. В следующий раз мы рассмотрим панель деталей, которая позволяет нам после выбора элементов настраивать свойства и просматривать детали этого объекта.